Она здесь стоит, и ей пользовались, и в том числе несовершеннолетние. Она отключена, ее сегодня не должны забирать. Привлекательный аппарат прямо на входе в торговый центр. На прошлой неделе нам предложили проверить, кому продают электронные сигареты, и прислали такое фото. Еще на прошлой неделе на этом месте находился вендинговый автомат по продаже одноразовых электронных сигарет. При этом купить их мог любой желающий, в том числе и дети, ведь паспорт не проверялся. Достаточно было лишь оплатить девайс. Однако, по словам мужчины, который представился администратором ЦУМа, паспортный контроль при продаже электронных сигарет был. Здесь сидел человек, который контролировал этот процесс непосредственно. То есть сидел на стульчике, и смотрел, когда подходили, покупали. А кто-то возле него сидел, проверял паспорта? Ни разу не видел. То есть мог подойти любой и купить? Да, сколько мило проходил, просто автомат стоял. Паспорта нет, никогда не видела такого. Я смотрю, не паспорт, ничего, там просто табличка 18, 10, все. Причина популярности электронных сигарет среди детей – отсутствие неприятного запаха, а вместо табачного вкуса – ягодный и фруктовый. К слову, в прошлом году в закон о продаже табачных изделий и никотиносодержащей продукции внесли поправки. И работа такого аппарата без проверки возраста покупателя их нарушает. Сейчас санкция от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Ну, я так понимаю, что там будет предназначение минимального или максимального уровня наказания, учитываться ранее совершенные административные правонарушения в этой области. То есть, ну, иные характеристики, которые так или иначе позволяют суду установить критерии соразмерности. Такой размер санкции применяется к юридическим лицам. Однако на самом автомате не указаны данные собственника, ни информация об индивидуальном предпринимателе, ни адреса регистрации фирмы, лишь телефон технической поддержки. Вы планируете продолжать работу таким способом? Нет. Я же говорю, по техническим причинам аппарат закрыт. Закрыт, без возможности возобновления работы, я правильно понимаю? Этого я уже не знаю. Ну, а в ваших-то планах что? Моих? Ваших? Я просто работаю. Моих ничего. А планы руководителя фирмы и владельца вендингового автомата под срывом. Он, заключая договор аренды с торговым центром, не сообщил о специфике товара. Договор аренды был заключен с индивидуальным предпринимателем Кузяевым. Предмет договора – размещение банкомата для продажи электронных устройств. Как в последующем оказалось – электронных сигарет. В связи с этим фактом руководством нашей компании было принято решение расторгнуть договор аренды. И сейчас возможность школьников приобрести никотиносодержащую продукцию значительно ниже. В официальных веб-шопах сотрудники стараются контролировать возраст покупателей. Но, несмотря на это, хочется обратить внимание правоохранителей на деятельность несостоявшегося предпринимателя. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком.